ну чё погнали против 19 милда вы же просили слива будут вам сливы в дальнейшем полная изоляция мапа вроде как не помню название я на full голде этого типа знаю он тоже на full голде он меня тоже знает только он 19 он кстати тоже фуловый а я 17 индонез вин под 90 медальки брал в туре со мной бодался неоднократно так что но в туре я побеждал туре я побеждал в туре вслепую так разведываем ситуация такая же как и у меня ничего не интересного расставляю разведку тут я просто дальтой поплавал ресов нет блин я решил там выходить посеки алики ой алики викинги и все дела доставляю 6 цс циклон разведка и полетели разведка нам дала следующий инфу у него 6 с стрелки один завод зевсов 2 пехов но тяжелый гранатометчик и третий штаб меня ситуация тоже на меня меньше армии прошло две минуты после того как его разведывать лечу разведать второй раз потому что я недоверующий иуда и как бы без двойной разведки я не 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 и обнаруживаю я уже вертекса и пачку зевсов отменяю град и произвожу тайфун тайфуна павло а а Продолжение следует... Так, у меня четвертый штаб. Заводы, четвертый штаб. У него тоже четвертый, да? И у него третий еще. У него вертекс. Вот его атака идет. Смотрите, в чем моя ошибка была. Я вывел армию, у меня есть оборонка. Ну, некая, тут орудие ставляют. Но я вывел армию, а нужно держать, пока он начнет пробивать оборонку. И где-то с этого фланга, ну, стрелять. Пока он бьет оборонку, я бью его. Ну, плюс-минус там в перемешку можно. Но ни в коем случае, вот, не повторяйте дело, как я. Не выводите. Ну, если зависит от ситуации. Ну, примерно на таких же ситуациях. Не сливайте попусту армию. Потому что для этого закончится он фатально. Первый эксамент помогает. Зевса 19-го ранга под голдой посинее будет. Опа, кому-то он звонит. Ну, уже никому. Нормальные вызовы. Это долго будет, походу. Прогружаешь и телефон нельзя брать. Будет мини-мелодия вам. Отбиваемся мы от Зевса. Пытаемся отбиться. Все, отбились. Горем пополам. Но отбились. Вертекс он разведует. Я произвожу дальше масс Зевсы. Восстанавливаю оборонку и все дела. Сношу ПВО, чтобы поставить ракетную установку тут. Залетаю на разведку, вижу четвертый штаб и... Ну, и все как у меня, короче. Кроме количества. У него больше. Оставляем разведочку. Так, тут он морскую установку построил. И как бы я делаю то же самое. Под оборонкой не достаю. Чисто проверка была. У него тоже фуловая, кстати, она. Где-то его прокачка есть на канале. Выхожу в вертексе, потому что циклоном уже невозможно разведывать. И разведывать надо чем-то более быстрым. Пятый штаб и вот это мы обнаруживаем. Ну, вы понимаете, какое у меня было ощущение, когда я вижу, что у меня этого нет. Я понял, что это надо выбить в любом случае, и поэтому еду в атаку. Думаю, буду сбивать вас в толку и пробивать. Зевса щит, все дела. Тут его разведка пролетела. Он стал широким фронтом. Я с узкого прохода еду, и я понимаю, что это дело я не пробью. И я на умных щах отступаю. Потому что понимаю, что это не нужно. Все, произвожу авиацию, чтобы убить ему луч. Луч у него благостоковый. Ну, по оборонке, по крайней мере. По ощущениям. Хотя даже у меня фоловый луч 67 или 8 броня, это очень мало. На стоке там еще меньше. Я произвожу, кстати, до посека вапаюсь. Обнаружи второй, который уже заряжен. Он построил их два, чтобы вы понимали. Два. Един уже полузаряжен там. Не полу, а полностью заряжен вроде был. Смотрите. То есть он был уже в боевой готовности. Мне кажется, даже он где-то нажал на мою базу. И уже ожидал 25 секунд, пока луч выстрелит. Ну, тут летят мои вертексы на переход. Этому не быть. Сношу я ему. Все, вторая попытка. Его атаки я снес ему луч. Он все занервничал, заагрессировал. Оп. Слишком быстро. Теперь я под оборонкой в 6 ракеток и делся щитом. Это все изи отбиваю. Не ощущаю даже. Вот и все. Тут посеки. Сношу морскую установку, чтобы они выплыли. И сношу спецмашины, чтобы поставить луч. У него фуловая. Это сразу задетектило меня. Вынужден был ее отступить. И вынужден был разведать. И обнаружил я еще один луч. И я аж психанул. Думаю, блин, не сдается. Три луча. Ну, под морским ударом я, конечно, тут все убиваю. Произвожу верток, чтобы выбивать луч. Тут верно вот эти. Поплыли вперед. Я вода так и залетаю. Бывает заряженный луч. Теряю вертекс. Теряю второй. И вот третий урон. От вертекса. И все, я не убил этот луч. Я понял, что я слил. Я принудительно поплыл добивать его. Не обращая внимания ни на что. Почему я полетел одним вертексом? Чтобы не прошло 10 секунд после удара, и он не восстановил его. Все, он нажал отмену луча. Сэкономил резцы. Тут я сейчас прожму атаку авиации вместо атаки флота. Ошибочка. Ну и все, заряжаю свой луч. Меня ничего не волнует больше, потому что... Ну, потому что... Разведываю его базу, он что-то тут производит, но... Луча я не обнаружил. Пролетел еще с этого фронта, мало ли где, тут воткнул. Все, луча я не увидел. Зато я увидел свой луч. Вот и все, короче. Сейчас я буду пробивать его. Он поплатился. Я убил ему три... Три луча. Вот что значит фуловый луч. Все, я поплыл дальше что-то убивать. Викинг выпал. Я думал, их побольше будет. Выбиваем морские установки. Пролетел на разведку. Он тут ПВО оставил. Сейчас вроде... Вроде как бы сдался, но вроде как бы нет. Непонятно что. Все, я тут выбиваю ему базу. Минута до луча. Зевса щит подвожу. Все, атакую. Атакую Зевса щитом. Управляю щитом, чтобы он не слился. Отвожу его на определенную дальность. Ну и... Как бы происходит вот это. При помощи луча я помогаю своим Зевсам добить это все. Потому что там очень много Зевса. Они 19 ранга. И гига. Я добил. Покажу вам... Статку игрока. Загрузка. Ненавижу. Остатка игрока у этого что-то под 90. Ну 80 с чем-то точно. 83 или 87 я не помню. Смотрите, один фокус. У меня есть слив. Видите вот этот? Да, я умею проигрывать. У меня текущий сейчас 98. Но общий остался 96. У меня был стрик из 72 побед. Самый большой, но это Маки 123 вроде победа. Вот этот Милт. 83, да. Вот видите у него. Ну он неплохо. 78 этот. Ну фуловый, а к чё уж. 86 в мировой. Вот есть вот этот сливчик. Я его думал показывать. Думал нет. Все любят мои сливи. Хотят узнать, как я слил. Но у меня есть одно условие. Если под вот этим боем вот этот видос наберет 120 лайков. 120. Я вас никогда лайки не просил ни разу. Это нужно для индексации, чтобы выбиваться среди артовода в ютубе. Индексация. Знаете, что такое? Думаю, да. Для этого нужны лайки. Будет 120 лайков. Увидим вот этот бой сливу. Не наберете 120 лайков. Буду показывать другие бои. Есть еще менее, ну не менее, а более интересные такие. Но я найду, что вам показать. Так что, 120 лайков и вы видите мой слив. Нет 120 лайков и вы не видите этот слив. Всем удачи. Всем пока.